В общем, вопросом давайте приступим к сегодняшней теме. Сегодняшняя тема у нас про арт-портал. Мы про арт-портал давно не говорили. Сегодня будет краткий обзор арт-портала и просмотр некоторых красивостей в самом конце. Тема называется «Арт-портал не только галерея, ресурс в помощь художественному образованию». Арт-портал – это образовательный ресурс компании Директ Медиа, который мы развиваем наряду с нашим флагманским продуктом. Университетская библиотека онлайн. И он носит такую двойственную, имеет двойственную природу. С одной стороны, это справочный ресурс, ресурс в виде галереи, на котором можно посмотреть и почитать подробную информацию о большом количестве произведений искусства. С другой стороны, это некий учебный ресурс, на котором хранится много текста, много разного интерактива и всяких других интересных вещей, которые могут вам помочь в дополнительном изучении материала по искусствоведению, истории искусства, ну и в частности МХТ. Если речь идет о школе или колледже или университете. Вот адрес арт-портала. Просто добавляете слово «арт» к нашему основному домену и выходите на арт-портал. Арт-портал является с одной стороны, его справочная часть является общедоступной, и ряд несправочных сервисов тоже являются общедоступными, а в полном своем виде он доступен по подписке как частным лицам, так и юридическим. Ну вот такой вот состав у нас арт-портала. Это более 65 тысяч изображений. Агрегируется у нас там более 7 тысяч авторов из более чем 3 тысяч музеев. Вот. И все это компонуется в виде такой базы данных, по которой можно ходить, искать и прочее. Как я уже говорил, у нас на арт-портале есть различные интерактивности и мультимедиа материалы. И вот их можно разбить по таким группам. Это галереи изображений, слайдеры, оси времени, видеоматериалы, а также интерактивные путешествия. Вот по поводу интерактивных путешествий мы с вами чуть попозже поговорим, и я некоторые из них вам покажу. Главная страничка нашего сайта состоит, собственно, из текущего изображения какого-то красивого и двух меню. Вертикальное и горизонтальное. Вертикальное меню нас проводит по видам искусств. Это живопись, графика, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство, театр и прочее. А снизу мы видим переход по разделам арт-портала, таким как авторы, страны, жанры, эпохи и стили. Особняком стоит арт-учебник и такая, видите, большая синяя кнопочка, или фиолетовая, скорее, артотека. Вот, артотека это очень даже особенная часть арт-портала, потому что она занимает, во-первых, много места, во-вторых, это постоянно пополняемая коллекция выпусков. Арт-портала состоит из выпусков. Каждый выпуск это достаточно длинный лонгрид, в котором содержится, который освещает какую-то частную тему, например, творчество какого-то художника, архитектора, графика или искусство какой-то страны определенной, или даже иногда посвящено отдельному великому произведению искусства. Вот, таких выпусков у нас накопилось уже гораздо более сотни, если не изменяет память, 130, наверное, где-то. Вот, ну и, как я уже говорил, периодически мы пополняем. В настоящий момент, если не изменяет память, артотека пополняется раз в месяц или два раза в месяц, ну, в зависимости от обстоятельств. Вот, артотека входит в подписную часть от портала, но некоторые выпуски артотеки, около 10 или даже 15, если не изменяет память, являются открытыми, их можно смотреть свободно. В том числе, некоторые из самых привлекательных выпусков артотеки, таких как интерактивные путешествия. Эпоха и стили. Эпохи и стили – это отдельный раздел, в котором подробно рассмотрены, ну, собственно, эпохи и стили изобразительного искусства. Арт-учебник – это некая дополнительная компилитивная информация, которая позволяет, ну, как бы, окинуть общим взглядом большое количество произведений и усвоить некие знания. Одна из опций нашей галереи, то есть той части, которая находится в бесплатном доступе, это просмотр иллюстраций. Просмотр иллюстраций, если есть такая возможность, то есть если есть у нас иллюстрация в хорошем качестве, в хорошем разрешении, возможен с увеличением. Иногда это увеличение достаточно серьезное, то есть вот здесь вот вы видите даже не максимальное, по-моему, увеличение произведения Иванова «Явление Христа народа», вы видите, тут даже вот есть такие детальки, которые, может быть, не увидите, когда даже придете в Третьяковскую галерею и будете сматриваться в этом полотно. Вот, например, люди за рекой, которые смотрят в сторону спасителя, вот, их достаточно трудно разглядеть, вот, но они на самом деле присутствуют, как и прочие мелкие детали на данном произведении. Это можно сделать у нас в арт-портале. Информации об авторах. Для того, что... Да, эта информация тоже находится в открытом доступе. Понятно, что, ну, не по всем 7000 авторам у нас есть подробная информация, но по самым выдающимся она присутствует. Это, с одной стороны, биография авторов, его основные произведения, описание его основных произведений, портрет или автопортрет автора, а также внизу этой страницы мы видим ссылку на основные его работы, чтобы можно было сразу перейти. кликабельный список, вот, сразу можно было бы перейти и с этим познакомиться с работами этого автора. Текст, разумеется, студенты или учащиеся могут использовать для своих реферативных работ. Вот, вот, а, ну, собственно, переходы по ссылкам, да, ну, и изображения тоже можно использовать. В основном все изображения, ну, 99% изображений нашего арт-портала находятся в настоящий момент в подсвободной... Нет, даже не под свободной лицензии, а в открытом доступе, то есть в общественном достоянии их можно использовать без спроса и без юридических последствий для использования этих изображений. Вот, даже в своих проектах, которые являются коммерческими, если есть такая необходимость. Ну, а для студентов-то, тем более в их учебных работах, такой проблем не стоит. Как я уже говорил, у нас представлены произведения из примерно 3000 музеев, и основные музеи снабжены информацией, достаточно подробной информацией. Ну, во-первых, описание музея, и внизу приведены те произведения, которые в этом музее есть, и которые присутствуют в арт-портале. Есть ссылка на сайт музея, ну, и в том числе и... В том числе и сведения о том, как музей функционирует. Если вы хотите посетить музей, то вы можете воспользоваться этой информацией. Ну, либо перейти на сайт музея, и там уже узнать подробную, свежую, актуальную информацию о нем. Эпохи и стили. Эта часть, она частично доступна в бесплатном варианте, частично по подписке, более продвинутая ее часть. Здесь мы можем познакомиться с несколькими десятками стилей. Вот, ну, вот, вы видите, тут представлено у нас четыре стиля. Авангардизм, академизм, барокко, высокое возрождение и так далее. По каждому из этих стилей есть основные произведения, которые надо знать. Вот, а также у нас присутствует вот такая вот информация. Общие сведения о стиле. То есть, это как раз то, что нужно в обучении. То есть, представление, иметь представление о том, что в этом стиле присутствует. Дальше слева, если стиль является общим для разных видов искусства, то вот стиль в скульптуре, в живописи, основные авторы стиля и так далее. И для некоторых стилей у нас присутствуют вот такие вот специально созданные нами видеоролики с описанием стиля, где вот даже дикторы одеты как-то в соответствии со стилем. Арт-учебник. Арт-учебник, как я уже сказал, это такой комплексный раздел арт-портала. Ну, я бы не сказал так, конечно, что по которому можно учиться и ничего больше не надо. Но его можно применять как дополнительный материал для изучения мировой художественной культуры. Вот здесь достаточно большое количество текстов со ссылками на произведения искусства. Так что это та часть. Арт-учебник находится в подписной части арт-портала. И он имеет свое основное значение для учащихся. Не для преподавателей, а для учащихся. Лента времени. Лента времени или арт-хронограф. Это отдельный интерактивный раздел арт-портала, в котором произведения, основные произведения, не все 65 тысяч, а основные произведения, которые надо знать, несколько тысяч их. Их присутствуют в виде вот такой трехмерной ленты. Эта лента поделена на 6 разделов. История, архитектура, живопись, скульптура, литература и музыка. И, соответственно, по отнесению произведения искусства к тому или иному разделу они помещаются на этой ленте. Чем дальше находится изображение или вот эта вот рамка такая, тем дальше по времени она находится. Кроме того, ось времени проведена еще и внизу в виде вот таких вот точек в более приемлемом виде для перемещения по большим участкам времени, потому что вот эта трехмерная лента, она охватывает небольшие участки времени. Вот видите, в данном случае это серый прямоугольничек, который расположен внизу, собственно, на оси времени. Литература, музыка – это не, собственно, литературные источники и музыкальные источники, а те произведения искусства, которые могут быть отнесены, художественного искусства, которые могут быть отнесены к литературе и музыке. Когда мы нажимаем на вот эту вот плашку, каждую, то мы попадаем в подробное описание изображения. Выглядит это примерно так. Вот слева крупное изображение произведения, ткнув на него, можно посмотреть его еще подробнее, еще ближе. Дальше основная информация о произведении искусства, время его создания, страна создания, материалы, история владения, где находится сейчас, ну и история экспоната или подробное описание, которое можно почитать. Вот, то есть тут практически про каждый предмет из оси времени есть достаточно подробная информация, которую, соответственно, школьники тоже могут использовать. Ортотека. Ну, ортотека – это мой любимый раздел. Я когда-то положил достаточно много сил, чтобы сделать некоторые выпуски Ортотеки. И вообще идея Ортотеки мне очень нравится. Повторюсь, что Ортотека – это периодическое издание, электронное периодическое издание, выходит выпусками отдельными. Каждый выпуск Ортотеки – это достаточно большое произведение. Это лонгрид, который можно читать несколько часов. Ну, разные есть, примерно от минут сорока до, может быть, нескольких часов. И который содержит в себе от нескольких десятков до нескольких сотен изображений. Либо несколько интерактивов. Один или несколько интерактивов, внутри которых тоже достаточно много изображений. Сам по себе каждый выпуск представляет собой… Ну, в основном последние. У нас были разные технологии создания выпусков. Последние из них, в основном, это мультимедийные лонгриды, в которых есть достаточно развернутый текст, есть иллюстрации и разного рода интерактивности, ну, скажем так, разной степени интерактивности. Например, простейшие слайдеры или галереи со всплывающимися большими картинками, вот, с подсказками всплывающими, с галереей с всплывающими изображениями на весь экран. Ну, в основном это для архитектурных проектов наших. Вот, у нас есть достаточное количество выпусков про архитекторов великих. Вот. Ну, и мой любимый вид выпусков «Артотеки» — это интерактивные путешествия, когда берется какое-то великое… одно великое произведение искусства, и по нему делается… находится… высококачественное изображение, как правило, это гигапиксельное изображение. Ну, чтобы вы представляли, что такое гигапиксельное изображение, это изображение примерно… Если сейчас перед вами экран Full HD 1920 на 1080, это примерно 15 экранов в ширину и 30 экранов в высоту. Вот такой вот огромный квадрат, огромная стена из пикселей. В таком качестве примерно представлено это изображение. Разумеется, для того, чтобы представить это в вашем экране, который меньше, применяется метод. Сначала картина с уменьшением показывается, а потом при необходимости производится наезд условной камерой на отдельные ее элементы, и эти элементы воспроизводятся уже либо в полном масштабе с увеличением примерно от 30 до 40, либо в промежуточном каком-то, если эти объекты не требуют полного увеличения. У нас около десятка таких произведений, таких проектов. Посвящены они творчеству Иванова, Босха, Питера Брейгеля-старшего. Есть проекты, посвященные древним манускриптам, есть проект по Микеланджело, ну и еще несколько проектов. Вот. Это меню выбора проектов артотеки. Вот тут, ну, в виде таких вот плашек расположено, которые можно листать, и вы тут видите, на некоторых проектах написано слово «демо». Если написано слово «демо», значит, его можно смотреть. Это не значит, что... А, да, вот, кстати, последний день Помпеи тоже представлен в виде интерактивного путешествия. Это не значит, что внутри неполноценный выпуск. Это означает, что этот проект открытый для вас полностью, он полностью полноценный, его можно смотреть, в отличие от тех остальных, где демо нет, и которые доступны только по подписке. Ну вот так вот выглядят наши интерактивные путешествия. Слева располагается, собственно, фрагмент изображения, а справа, вот, вы видите, тут такое типовое увеличение, это даже не самое большое увеличение. Вот. А справа какие-то контекстные материалы, это либо текст, либо текст с дополнительной картинкой. В данном случае вы видите, тут этюд, эскиз Иванова, который предвосхищал вот это вот изображение на основном полотне. Вообще Иванов сделал, если не изменяет память, около 400 или даже 600 этюдов и эскизов к этой картине. Многие из них сохранились, есть в Третьяковской галерее. Но важно посмотреть, как они согласуются с тем, что в конце концов увидело свет в виде большого полотна. Вот это можно сделать как раз в этом интерактивном путешествии. Сейчас мы на время покинем презентацию, и я вам постараюсь показать. Но перед тем, как я покажу это интерактивное путешествие, еще одно интерактивное путешествие, я хочу вам продемонстрировать. Это у нас было тоже одно из первых интерактивных путешествий, которые мы сделали по Босху. Ну, в данном случае это правая часть триптиха садземных наслаждений. Вот тут достаточно много сюжетов. Вообще Босх это прекрасная тема для интерактивных путешествий, потому что на его картинах всегда огромное количество мелких сюжетов, и эти картины надо именно рассматривать. То есть не просто получать общее впечатление о них, а подходить и смотреть внимательно. Поэтому здесь эта техника она наиболее интересно выглядит. Давайте теперь я постараюсь вам показать эти два произведения. Ну, может быть, не досконально все, а основные их моменты. Так, я включаю показ экрана. Выбираю весь экран. Делаю разрешить. Так, вы должны сейчас что-то видеть у себя. Видите ли вы... Сейчас пока нет показа браузера, но что-то у вас должно измениться на экране. Нажмите. Да, плюсик вижу. Хорошо. Тогда перехожу, собственно, к показу, потому что в этот момент я не буду видеть чат. Вот, вы уж меня простите. Отвечу, если будут на вопросы, отвечу после показа. Ну, давайте сначала посмотрим явление Христа народу. Вот, видите, каждая из этих серых точек, точек, она представляет какую-то точку произведения. Но мы не будем ходить по этим серым точкам, а будем воспользуемся слайдером для последовательного перехода между разными фрагментами. Ну, сначала просто про разные фрагменты с небольшими комментариями. Начинаем издали. Вот тут крупно показан пейзаж, на котором это все происходит. Река. Ну, и дальше по группам, по группам, представленным на картине. Группа иудеев. Так называемый достаточный человек, богатый человек, который слушает Иоанна Христителя. Его раб. Группа апостолов. Вот, видите, кто-то прислушивается, кто-то недоверчиво слушает. Иоанн Богослов, самый молодой из апостолов. Апостол Андрей. Апостол Нафанаил. Петр. Старик и мальчик. Пока мы используем не наибольшее приближение, а такое среднее приближение. Вот те двое, о которых в презентации. Группа фарисеев. Юноша Назарей. Обнаженный юноша. Это все описание примерно в том, называется так, как в искусствоведении принято называть этих персонажей. так называемая группа дрожащих, которая только что вышла из реки. Римские всадники. Изображение женщин. Кающийся грешник, который очень похож на... Есть сведения, что его рисовал Иванов с Гоголя, со своего друга Гоголя. Ну и, собственно, основные персонажи это фигура Иоанна Крестителя, фигура Христа. Ну и некоторые другие персонажи. Старик в широкополой шляпе. Это автопортрет Иванова. Ну и вот это максимальное увеличение. Эти самые люди в лесу за рекой. Видите их в таком увеличении вы вряд ли сможете их увидеть даже в Третьяковке, если подойдете. Ну и вот второй фрагмент людей в лесу за рекой. Ну а теперь связанные эскизы и связанные произведения. Сначала варианты общего вида. Венецианский эскиз, первоначальный вариант. Вот видите, очень сильно отличается. Элементы пейзажа. Здесь показано, как они перешли из эскизов в основное полотно. Вот здесь вот тоже изображение оливы. Вот здесь даже совсем похоже. Камни у реки. Элементы пейзажа, ну практически один в один они перешли здесь в основное полотно. лицо Иисуса вот тут натурщики натурщицы, чье выражение лица было использовано в конечном изображении. другой вариант такой комплексный вариант уже это уже близко к тому, что мы видим на конечном изображении. фигура уже полностью Иоанн Креститель тоже вариант это голова юноши, которая потом стала головой Иоанна Крестителя. Еще один вариант это уже вариант близкий к конечному группа апостолов Иоанн Богослов апостол Андрей вот тоже апостол Андрей апостол Нафанаил это женская голова с которой нарисован апостол вот один из промежуточных вариантов старик и мальчик первоначально видите они в зеркальном изображении были а вот два мальчика смотрящие наверх но тут вот практически один к одному другой вариант автопортрет прислушивающийся другой прислушивающийся обнаженный мальчик другой вариант еще один вариант поднимающийся старик другой вариант старика поднимающегося всего здесь около 50 кадров вот этот вот богатый старик раб еще раб да еще одно изображение раба еще одно еще одно очень много эскизов с рабом обнаженный юноша его волосы еще обнаженный юноша но здесь мы видим прическа совсем другая зато тело практически один в один дрожащий мальчик а вот его голова с головы девочки списанная дрожащий мужчина здесь его голова еще вариант и еще вариант и еще вариант уже близкий к тому что получилось левит еще одно изображение вот это то что мы видели с вами на слайде презентации фарисеев челоми мы видим что левое изображение вошло практически один один к одному в картину но это видимо предыдущее изображение а здесь они уже в паре на заре и старик в белой повязке здесь близко уже к тому что вошло старик в белой повязке это видимо один из ранних эскизов левит в белой челме тоже вот с головы женщины сделаны это уже ближе ближайший к христу или лекающийся грешник ну и тут вот предположение что это имеет отношение к гоголю впрочем неподтвержденное вот еще он тоже женщины ну вот тут женщина с ребенком который только маленький кусочек вошел из-под руки вот в основное полотно левый всадник правый всадник видите от правого всадника только положение лошади вошло ну и тут есть видеокомментарии с ютуба все на этом да и ссылка на книгу нашей компании директ медиа которая вышла в серии великие художники вот все это у нас список источников и все на этом закончено интерактивное путешествие ну и давайте я вам покажу интерактивное путешествие по саду земных наслаждений босха тут конечно можно было бы взять гораздо больше сюжетов чем мы взяли вот у нас есть кстати второе интерактивное путешествие по саду земных наслаждений но оно такое уже больше не столько учебного характера сколько развлекательного там мы попытались показать всех зверей и птиц вообще животных которые присутствуют на этом полотне вот а здесь все-таки по основному прошлись по основным сюжетам вот ну во-первых внешняя сторона триптиха в закрытом состоянии левая створка райский сад горный пейзаж боющиеся животные слон и обезьяна жираф и тут даже предположение из какого средневекового манускрипта взят взят этот жираф ну практически один в один потому что конечно боск сам жирафа вряд ли мог видеть грехопадение но тут общая информация фонтан вот с таким вот розовым сооружением в центре источник жизни внизу сова как предвещение предвестие какого-то зла которое в будущем совершится лебедь в данном случае здесь рассказывается про лебединое братство в которое входил ироним боск вот картинка как рептилии выходят на берег да очень похоже между прочим на последующие изображение того как произошли ходячие животные да с ногами как они вышли как рыбы вышли на сушу но разумеется боск это не имел ввиду и ничего про про идею отбора и эволюции не знал тем не менее картинка очень похожа драконово дерево которое здесь изображено адам и ева дальше идет описание центральной части собственно сада земного вот тут вот грифончики изображены вот эти розовые странные сооружения природа вот здесь максимальное увеличение вы видите природа с барашками и людьми изображение ягод здесь вот тоже большое увеличение описано что они олицетворяют эти ягоды ну дальше тут про одну из теорий связанных с боском про оккультность его ну на самом деле неподтвержденная теория дальше всякие странности которые здесь нарисованы монстры и полулюди полузвери такие вот показ картин разврата вот этот вот круг по которому движутся звери и люди вокруг озера с девами люди собирающие яблоки и плоды вот тут группа птиц очень интересные красивые огромные птицы зимородок опять сова ну и всякие другие птицы прозрачная сфера изображения темнокожих здесь появляются и описание того что как в средние века трактовалось появление темнокожих ну тут некоторые дополнительные информации пару слов про культурозную любовь которую изобразил босс дикие люди волосатые правая створка которая рассказывает про ад впрочем достаточно странный ад который породил босс горящий город вражеская армия повелитель этой армии на какой-то крысе входит в город вот этот вот уши и нож причем нож очень интересный на нем стоит клеймо такое же клеймо стояло на всех ножах которые производились в хертоген боссе который городе из которого происходил босс дерево человек про которое говорят что лицо возможно является автопортретом босс боссе конечно еще много можно внутри разглядывать ну вот собственно автопортрет предположение что это автопортрет ключ на котором висит человек грешник изображение волков которые едят рыцари лошадиный череп музыкальные инструменты которые являются в данном случае орудиями мучений ну вот известный сюжет ноты на книжке и на ягодицах которые даже некоторые исследователи попытались воспроизвести в виде звуков вот тут по моему следующий кадр как раз будет этому посвящен расшифровка этих нот и попытка их сыграть катание на коньках в аду то есть ад в средневековом описании это не обязательно горнила где жарко но иногда и леденящий холод вот дьявольская птица которая пожирает грешников изображение азартного игрока в аду тоже демон мучающий грешника кролика его добыча зеркальное изображение я не буду тут воспроизводить тут каждому есть подробное описание договор с дьяволом вот подписанный в виде юридического документа видите что тут псевдо служитель культа в виде свиньи и снизу индульгенция подписанная грешником слева какой-то странный монстр получеловеческий но с клювом и в латах в общем достаточно странные такие изображения вот они индульгенции как они выглядели ну тут но тут про про то как в среднем в средние века какие были болезни вызванные спорыни черные черные плесенью а да ну тут видео пропало к сожалению надо надо будет его а вот второе второе видео есть ютюба которое можно посмотреть ну вот вот собственно и все и давайте да вот книга тоже которую можно приобрести вот ну вот так выглядит примерно вот так вот выглядит примерно наше интерактивные путешествия есть как я уже говорил и другие вот я считаю что это вортотеке это одни самых таких продвинутых путешествий ну а мы движемся дальше по арт-порталу в арт-портале есть еще арт-библиотека это такое специальное собрание произведений собрание прошу прощения собрание изданий более трех тысяч книг эти книги это все книги по искусству которые находятся в нашем основном продукте университетская библиотека онлайн они присутствуют и в подписной части арт-библиотеки разумеется их можно рассматривать и как издание по искусству которое можно читать и как дополнительный дополнительный источник изображений которые непосредственно в состав арт-портала не вошли в его базу базу данных но их можно найти в этих книгах это такой достаточно существенный корпус книг по искусству ну вот тут некоторые из них приведены связаны с историей искусств ну и с разными разными видами совершенно различные книги по искусству здесь приведены книги можно смотреть через каталог либо искать поиском эти книги вот так выглядит страница предпросмотра достаточно подробная информация но это кто был у нас в ЭБС знает что примерно вот такое же описание можно получить на этапе предпросмотра то есть до того как вы начнете читать ну и наконец такая простенькая читалка тут объяснять ничего не надо вперед назад по перемещение по всей книге подстройка масштаба удобная для чтения если необходимо можно распечатать кусочек текста до 10 до 10 процентов за один раз вот ну и можно сделать разные закладки и так далее да ну и вот вы видите тут еще есть изображение поиска это внутритекстовый поиск по самому произведению по самому изданию вот ну собственно все практически а да вот еще у нас есть раздел мы у нас в директ академии два года подряд проводили вебинары по искусству то есть не по каким-то там не по арт порталу а конкретно по конкретно по искусству у нас 18 таких вебинаров вот по разным периодам по разным жанрам вот двое спикеров у нас было София Багдасарова и Марина Пивень на следующий год и здесь вот они сконцентрированы в виде списка этих вебинаров с описаниями их можно посмотреть непосредственно из арт-портала впрочем эти же вебинары вы можете найти и на нашем канале на ютюбе они у нас есть тоже в открытом доступе это открытая информация вот ну что ж у меня все на сегодня вот я надеюсь вам понравилось то что я вам сегодня показал если у вас есть желание узнать поподробнее и подписаться или взять на демо демо период пробный период для юридического лица вы можете вот по одному из этих адресов позвонить ну или по любому нашему адресу который приведен на нашем сайте позвонить вас обязательно соединят с менеджером который ведет этот этот проект мне осталось последнюю фразу вам сказать о том что сертификаты вы примерно через три минуты после окончания вебинара сможете приобрести вот на этой странице если они вам нужны серт директ академия ру заходите набираете свой почтовый адрес или свою фамилию имя отчество находите себя попадаете в список всех вебинаров которые вы прошли тыкаете на сегодняшний вебинар появляется кнопка оплатить через юкасу элементарно оплачиваете там снова ищите себя через некоторое время желательно выждать минут 5 иногда сразу появляется вот и вместо кнопочки оплатить появляется кнопка скачать сертификат ресурс продолжает пополняться сколько человек в среднем работает на проекте в разное время разное количество работало на проекте я сейчас оцениваю количество человек 2 или 3 вот пополняется сейчас проект в основном в сторону увеличения количества выпусков арт арт библиотеки а также в сторону улучшения качества изображений которые у нас есть то есть если мы находим изображение лучшего качества мы его заменяем нет современное искусство в небольшом сте в небольшой степени представлено в той степени в котором издательство директ медиа имеет права на на эти изображения в частности кто у нас там из современного искусства глузунов по-моему был ну архитекторы да архитекторы разные вот современные вот архитекторы в основном современные есть а больше я чего-то не припомню то есть у нас в основном у нас изображения находящиеся в общественном достоянии но некоторое количество правных изображений тоже есть на которые у нас просто есть права компании директ медиа если есть вопросы еще готов на них ответить так сейчас я посмотрю во вкладке вопросы есть что-нибудь нет не вижу так ну что ж тогда мы с вами будем завершаться я в этом сезоне последний раз с вами общаюсь поэтому спасибо за то что этот сезон были с нами приглашаю вас в будущем сезоне я надеюсь в самом начале сентября может быть прямо с первого числа мы начнем нашу новую программу да всем хорошего летнего отдыха и не забывайте про директ академию всего доброго до новых встреч в директ академии до новых встреч до новых встреч до новых встреч субтитры